Ну а на Восточном экономическом форуме прошлого года Якутия, как известно, представила проект Тосер Кангаласы. Индустриальный парк сейчас строят, уже скоро там запустят первое производство. По своей сути, проект представляет собой промышленную площадку для размещения широкого ряда производств с готовой инфраструктурой и предельно благоприятными условиями и льготами. Мой коллега Павел Танин съездил на площадку Кангалас и узнал, что там делается и что еще планируется. Затем забором на территории в 10 гектаров почти круглые сутки ведется работа. Предприниматели выстраивают свои помещения, рядом ведутся работы по выравниванию ландшафта для будущей парковки и дороги. Через месяц дадут в эксплуатацию в первую очередь территорию опережающего развития Кангаласы. В октябре этого года свою работу начнут несколько предприятий. Это производство пэт-тары, котлов длительного горения, акриловых красок и тепличный комплекс. Изначально проект разрабатывался как индустриальный парк, но при поддержке правительства республики он получил статус территории опережающего развития. Статус территории опережающего развития дал, конечно, мощный, очень мощный импульс для развития. Это те же самые налоговые послабления, это преференции, всеобъемлющая поддержка со стороны государства, со стороны федеральных органов власти, республиканских, муниципалитета. Это, конечно, придает уверенность нашим инвесторам и весь процесс строительства ускорило, конечно. Статус позволил и ускорить приток инвестиций и за год завершить строительство первой очереди. Напомню, что еще летом прошлого года буквально на пустыре забили только первую сваю, а уже через месяц часть резидентов начнет работать. Через 10 лет ТОР, работающий в полную силу, начнет значительно пополнять казну республики. Но самое главное, создадут рабочие места для населения. Те производства, которые на сегодняшний день в этом году открываются, они уже обеспечат 270 рабочих мест. В следующем году мы увеличим до 350. Конечно, приоритетно у нас работа с местным населением. Один из проектов – круглогодичный тепличный комплекс. Его также запустят в октябре. Правда, располагается он не на территории ТОРа. К слову, о проекте говорят давно и много, и не зря. Компания «Саюри», дочернее предприятие якутского городснаба, поставила перед собой амбициозную задачу. Мы должны доказать, что в условиях критических температур, вечной мерзлоты, можно также выращивать успешно овощную продукцию. Но главное – обеспечить население Якутска качественным натуральным продуктом и заместить привозные овощи на местном рынке. Да и цены обещают ниже импортных. На начальном этапе компания представит потребителю томаты. Три сорта томатов – это торера, прунус и комит, биф, среднеплодный и сивовидный томат. Через месяц работу начнет только первая теплица площадью 1000 квадратных метров. Это только одна 33-я часть проекта. В дальнейшем рядом с этой теплицей появится еще 32. А к ассортименту добавят огурцы и салат. Реализовать проект помогают специалисты японской компании «Хокко». Это первый объект, который мы строим в таких климатических условиях. Нам необходимо учитывать, как сохранять тепло и как строить в таком холодном месте. И с этими задачами проектировщики справились. В теплице используют пленку из вторкаучукового полимера, который устанавливают в несколько слоев. Она обладает хорошим показателем светопропускаемости и прочностью. Кроме того, производственный процесс теплицы будет автоматизирован на 90%. Первый урожай на прилавке города поступит аккурат к новогодним праздникам. А всего на территории тора будут работать 10 резидентов. Их состав не изменился с прошлого года. И через 10 лет планируется, что производство пополнит бюджеты республики Якутска суммарно на 2 миллиарда рублей. Павел Танин, Юрий Филиппов, Якутия. День за днем.